Сейчас представить жизнь без современной бытовой техники как-то очень сложно. Вот, к примеру, утюг. Устройство реально незаменимое. А вы задумывались о том, что ему уже не одна сотня лет? В этом видео мы окунемся в историю и посмотрим, как же утюг сэволюционировал от куска металла до вот такого футуристичного девайса. По слухам, история берет свое начало в Греции. В четвертом веке люди использовали нагретый пруд, с помощью которого и разглаживали свои вещи. Он имел различные формы и размеры. Кстати, некоторые мне напомнили рубель, такую деревянную доску для стирки белья. Но мы не будем столь далеко углубляться в историю и начнем свой рассказ с устройств, которые внешне хоть как-то схожи с современными. Поскольку все, что изобреталось до этого, утюгом назвать как-то сложно. Начали использовать такие в шестом веке. Это было цельное металлическое изделие, которое разогревалось с помощью углей, печи и костра. Но этот вариант не прижился за счет того, что металл собирал ржавчину, а чистить его на то время было непросто. Во-вторых, железная ручка нагревалась вместе с основой, и взяться за нее можно было только прихваткой. Почувствовав неудобства, люди начали вносить изменения. Одним из таких стала замена металлической ручки на деревянную и добавление внутренней камеры. Также появилось еще несколько отверстий снизу, для того, чтобы можно было раскочегарить угли, которые помещались внутрь. Следующий вид утюга внешне напомнил первый, за исключением того, что в задней части корпуса была дверка. Для чего она использовалась, попробуйте угадать в комментариях. Поставив видео на паузу. Дам вам небольшую подсказку. Угля в этой вариации не было. Там использовался металлический брус, который изначально разогревался в печи, а потом помещался внутрь. Дальше появились газовые утюги. Преимущественно они использовались в таких странах, как Австрия, Германия и Америка. В тыльной части устройства был выход, к которому подключался шланг подачи газа. Главной проблемой стала большая вероятность взрыва, поэтому вариант не прижился. Прогресс не стоял на месте, и со временем в утюг добавили отверстие в подошву. Я думаю, вы уже догадались, для чего они предназначены. Конечно же, для выхода пара. Таким образом, производители сделали большой шаг вперед. Правда, весил такой утюг почти 7 килограмм. Все вышеперечисленные варианты были либо металлическими, либо чугунными, и работали за счет угля и раскаленных камней, которые помещались внутрь корпуса. А вот к электрическому нагреву пришли немного позже. Первый такой утюг появился в Америке. 6 июня 1882 года. Казалось бы, вот и все. Наконец-то получился идеальный утюг для глажки. Не нужно постоянно стоять у печи и добавлять уголь во внутренний контейнер. Теперь подошва нагревается за счет тока. Ранние модели, как и ожидалось, не были совершенны. Они будто сопротивлялись и били своих пользователей током. Усовершенствовали устройство только спустя 10 лет, заменив электроды на спираль, которую спрятали внутрь конструкции. В 30-е годы 20-го века появляется очень важный элемент под названием термостат. Он отвечает за контроль нагрева, выключая утюг при определенной температуре. После изменениям подрыгался лишь внешний вид, а уже ближе к 70-м производители решили прокачать подошву. Если раньше она была металлической, то сейчас начали использовать керамику. Теперь гладить стало удобней, проще и безопаснее для вещей. Так, сегодня мы имеем дело уже с легким и функциональным прибором, вариации которого просто потрясают. Казалось бы, что там стоит выбрать утюг? Но когда приходишь в магазин, понимаешь, что все не так просто. В этот момент ощущаешь, что прогресс действительно есть, и человечество сделало огромный шаг. Так, в прошлом вес утюга достигал 15 килограмм, а сейчас трех. Подошва может быть алюминиевой, керамической или из нержавеющей стали. Функция отпаривания стала обязательной для всех моделей. Теперь деликатные вещи можно гладить даже не прикасаясь к ним. Очень важным дополнением стали функции самоочистки, автоотключения и защиты от протекания. Напишите в комментариях, какие функции в утюге вы считаете для себя самыми полезными. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик. А также смотрите историю развития посудомоечных машин и ответы на вопросы об утюгах. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok